К участию в соревнованиях высший класс родители школьников готовились две недели. Выступали в дисциплине черспорт. Это танцевальный вид спорта, в котором участники показывали хореографические и акробатические номера. Елена Элендерова признала, что подготовиться к выступлению было непросто. Но участие в таких турнирах необходимо для показательного примера детям. На самом деле в таких мероприятиях участвовать очень важно. Мы участвуем в первую очередь для своих детей, чтобы дети потом не боялись тоже участвовать где-то. Потому что в первую очередь, когда мы воспитываем детей, мы воспитываем себя. В этом году турнир провели впервые. Его участниками стали родители школьников из учебных заведений Самарского и Ленинского районов. Состязание включило в себя три этапа. По одному в каждом районе и уже финально между победителями. За призовые места боролись 13 команд по черспорту, 4 по футболу и 4 по стритболу. Впервые такой комплект спортивных мероприятий проводится в рамках одного турнира. Турнир действительно потрясающий, креативный, потому что он направлен на оздоровление людей и на развитие семейного спорта. Папа играет в футбол, стритбол, мама – черспорт, а детки поддерживают своих родителей. Выполняя показатели, которые перед нами стоят, мы должны понимать, что чем больше родителей мы втягиваем в это дело, соответственно, так же бабушка и дядюшка, тем более здорово у нас будет нация. И вот такие проекты, они как раз прям очень важны для того, чтобы и страна наша была спортивной, и люди были здоровы, и мы все вместе победили в эту пандемию. Организаторы турнира «Высший класс» пообещали, что в следующем году состязание выведут на городской и региональный уровень. Ольга Павловна, Никита Полосов, Константин Головин. События. Ольга Павловна, Никита Полосов, Константин Головин.